Грамматика английского языка. Книга для родителей 9 класс. Страница 3-4. Особенности употребления слов never, no, nothing, nobody. Типичные ошибки. В русском предложении допустимо употребление сразу нескольких отрицаний. Он никогда не работал там, он ничего не помнит, он никакие монеты не коллекционировал, он никого не уважает. В английском предложении можно употребить только одно отрицание, то есть, если в предложении уже есть отрицательная частица not, am, not, isn't, aren't, haven't, hasn't, can't, mustn't, don't, doesn't, didn't, то употреблять еще одно отрицание never, no, nothing, nobody нельзя. Слова never, no, nothing, nobody употребляются только тогда, когда в предложении нет частиц not. He has never worked there. He does not remember anything. He remembers nothing. He did not collect any coins. He collected no coins. Страница 35. He does not respect anybody. He respects nobody. Таким образом, дословный перевод с английского, приведенных выше предложений, мог бы выглядеть так. Он никогда работал там. Он помнит ничего. Он никакие монеты коллекционировал. Он уважает никого. Страница 36. A lot of many much. Типичные ошибки. He didn't invite much people. He didn't invite many people. Have we got many water? Have we got much water? Понятие много в английском языке выражается словами a lot of, lots of, many и much. В утвердительных предложениях чаще всего употребляется оборот a lot of. Его можно употребить и с исчисляемыми, и с неисчисляемыми существительными. Иногда вместо оборота a lot of в том же значении употребляется lots of. They've got a lot of ideas. They've got lots of ideas. В отрицательных и вопросительных предложениях обычно употребляются слова many и much. Many употребляются только с исчисляемыми существительными. I haven't got many envelopes. I don't write many letters. Much употребляются только с неисчисляемыми существительными. They haven't got much butter. There isn't much cheese in the fridge. Обратите внимание на вопросы, начинающиеся со слова сколько. Здесь действует то же правило. Вопрос начинается с how many. Если речь идет об исчисляемых существительных, сколько мальчиков в команде? How many boys are there in the team? Сколько конвертов вам нужно? How many envelopes do you need? Если же мы спрашиваем о предметах, выраженных неисчисляемым существительным, то сколько переводится словами how much? Сколько сахара вам нужно? How much sugar do you need? Сколько времени у вас занимает подготовка презентации? How much time does it take you to make a presentation? Следует отметить, что есть ряд существительных, которые в одних случаях могут быть исчисляемыми, а в других неисчисляемыми. Это зависит от того, что именно в данном предложении обозначает существительное. Так, существительное time обозначает время. А в этом значении оно является неисчисляемым. I haven't got much time. У меня мало времени. Однако это же существительное может иметь значение раз. В этом случае существительное time является исчисляемым. I met him three times. Я видел его три раза. И теперь у нас есть в этом. Продолжение следует...